В преступлениях мусорной мафии Росприроднадзор обвинил пострадавших от мусорной мафии. Более того, подал на невиновных людей, пытавшихся бороться с преступниками, в суд. В декабре 2021 года мы сняли первый репортаж о том, что мусорщики-нелегалы организовали свалку в пригороде Нижнего Новгорода, в овраге у деревни Анкудиновка. За деньги принимают мусор и валят его в овраг, где расположено садовое товарищество. Участки садоводов заваливались мусором, контролирующие органы бездействовали, и местные жители как могли боролись, буквально бросались под колеса грузовиков с мусором. Два с половиной года эта нелегальная свалка функционировала, а потом организаторы пропали. Возможно, перебрались на новое место. Ну а тысячи тонн мусора так и остались в овраге и на участках пострадавших людей. И вот жители Анкудиновки, пострадавшие от мусорной мафии, получили повестки из суда. Оказывается, Росприроднадзор подал на них в суд за нанесение экологического ущерба. Росприроднадзор бездействовал два с половиной года. Они ничего не делали, чтобы привлечь гражданина Фоменкова к ответственности и заставить его убрать. После этого, чтобы прикрыть свое преступное бездействие, они взяли и подли в суд на меня. На основании того, что он завалил часть моего участка. В общем, они пошли по простому пути, они подли в суд на меня. И я считаю это подлогом и преступлением со стороны Росприроднадзора. Конечно, они нашли крайнего. Они не хотят работать, не хотят выполнять свои функции. Какова сумма иска? 950 тысяч, ну то есть миллион рублей. А на самом деле на части вашего участка мусор от соседа? Ну там земля съехала, вот на наш участок. Получилось, что они приехали, посмотрели, что что-то съехало и решили, ну а что бы не отсудить, чувака миллион. Как паникурский современный, да, миллион. Росприроднадзор. Небольшая полосочка участка содержится вот здесь. Здесь грунт лежит. За забором у меня абсолютно чисто. Соответственно, я не понимаю позицию Росприроднадзора. Я не знаю, что они здесь увидели такого. И почему они предъявляют какие-то иски. И очевидно, что какой-то в их действиях подлог и оправдание своего бездействия на протяжении двух с половиной лет. Мы делали все для защиты земли и своей, и леса. И мы использовали все средства. Органы никак не реагировали. Они приходили, писали заявление, мы писали заявление, они брали это заявление. И ничего не делали. Поэтому мне приходилось, так как я была в декрете, мне приходилось брать грудного ребенка и вставать под эти КАМАЗы, которые возили это все. И хоть как-то это останавливало. Сейчас все повесили на нас, да. И это ужасно. Сейчас будет суд по поводу иска Росприроднадзора. Ко мне меня трясет. Они пошли по нечестному и по легкому пути. Два с половиной года они сидели, ничего не делали. Хотя обязаны были по закону действовать и убирать. Этот весь мусор должен был быть уже убран с участков. А вашему соседу Фоменкову тоже выписали иск? Он не сосед, он просто оказался мошенник, который представлялся соседом. И, в общем, к нему никаких претензий, конечно. А эта земля все-таки по факту его оказалась, которую он замусорил? Нет. Даже не его земля? Не его земля. То есть он просто брал деньги, свозил мусор, а к этому отношению к этой земле не имел ни одного? Вообще не имел. Фоменков признавался мне лично, говорил, что я буду строить горнолыжный курорт, и я здесь укрепляю, и я свожу мусор. К сожалению, нет в деревне Анкудиновка ни вертолетной площадки, ни горнолыжного спуска. Есть только люди, которые пострадали от этих действий. И я не спорю, пострадала природа в какой-то части, но не на участке моих доверителей. Люди из деревни останавливали тоже эти КАМАЗы и спрашивали, откуда вы едете. Они говорили о том, что они видели объявление на Авито и оплачивали каждый КАМАЗ ему в карман лично. А Фоменков, который признавался, что это он организатор этой свалки, он как-то привлечен? Я полагаю, что здесь был момент бездействия в связи с тем, что материал проверки по нему не рассмотрен. Хотя представители ИСЦА сказали, что мораторий на привлечение к проверкам уже прошел. Но мы будем привлекать его в данное дело и посмотрим, что он нам скажет. И направили соответствующие запросы. Возможно, что будет привлечен. Вы на чьей стороне? Не могу дать никаких комментариев. Дело только началось, началось рассмотрение. Почему сотрудники вашей администрации не выезжали, когда просили помощь жителей? Можно обратиться в администрацию с официальным запросом. Так вы-то и есть представители. Вот скажите нам, пожалуйста, почему никто не выезжал, просили... Просто ответили. До свидания. Нет, вы не ответили. Почему никто из администрации? Я не закончила, спасибо. Все вопросы к руководству, не ко мне. А Фоменков получил такой же иск. Это организаторы этой свалки. Мы снимали сюжеты и это все видели. Ответчик утверждает, что Росприроднадзор бездействовал практически два с половиной года. Без комментариев. Как без комментариев? Это же иск на миллион. Вы выставили и говорите, что без комментариев. Они вон как переживают. Хорошая семья, между прочим. Ничего нам не скажете? Нет. Все вопросы к руководству. Как человек я возмущена, потому что это незаконно. А как юрист я понимаю, что у них есть основания предъявлять этот иск. И есть возможность его предъявлять процессуальное. Поэтому все, что нам нужно, это приложить усилия к тому, чтобы доказать невиновность моего доверителя. И я уверена, что это будет происходить путем назначения экспертиз, путем допроса свидетелей дополнительных. Мы будем выяснять, кто же привлечен к административной ответственности в итоге. То есть, кто был организатором данных незаконных свалок. Я почему должен брать на себя вину какого-то другого человека, которого они не привлекают, виновного человека, в отношении которого они не проводят никакого расследования, бумаги, в отношении которого они изъяли из дела, они их не приложили. Где сейчас Владимир Фоменков, мы не знаем. Но мы неоднократно беседовали с ним ранее, когда в деревне Анкудиновка он представлялся новым собственником земли. Безусловно, он не был основным организатором и основным выгодополучателем от этой незаконной свалки. Скорее, он был некой номинальной фигурой, которая была поставлена для отвода глаз. От него всегда исходил сильный запах спиртного. И, отвечая на наши вопросы о незаконной свалке, он высказывал фантастические версии. Мы здесь организовываем данный курорт. Вот, так что приезжайте все к нам. Мы поставим здесь кресельные подъемники. Вот, и все. И тут облагораживаем. Видите, мы облагораживаем территорию. А где будет горнолыжный курорт? Я просто не пойму, где вы собираетесь его разместить. Здесь деревья, там садоводческое товарищество. А там я выкуплю просто. Выкуплю дома. И все. У садоводов? Конечно. Сейчас я найду контакт садоводов и выкуплю дома. Семью Шалеевых, которую сейчас через суд Росприроднадзор пытается привлечь к ответственности, мы также неоднократно снимали. Именно они с 21-го года боролись с Фоменковым и остальными представителями мусорной мафии. Задерживали грузовики, вызывали полицию, фиксировали на видео незаконные действия мусорщиков. Засрал, весь лес засрал. Еще признался, на сети ННН есть ролик, он признался, что он по нам засрал. Нет, у него не собственность. Ложь опять. У него на каждое слово ложь. Какой ЖНС? Действующий? Он на наш участок навалил. Ну, на дорогу еще наук все. Вот КАМАЗ можно сфиксировать номера, кстати. Скажите, а почему вы сбрасываете мусор на чужую территорию? Я на свою территорию. На какой территории? У вас документы есть? Ну, вот то, что он завалил, это не его территория на самом деле. Это он завалил чужие участки, а его участок находится внизу. Он его хочет завалить в последнюю очередь, чтобы там устроить колоссальную помойку. Мешки пластиковые, все это пойдет в землю. Весь этот пластик пойдет в землю, отравлять будет это. Природу нам вот этим вот дышать, который он здесь навалил. Вон деревянскую скважину, сейчас там отходы пойдут, польются. Вот это все дерьмо, что он там привез. Вот польется людям в воду. Какие действия будут приняты? Вы знаете, что все комментарии через пресс-службу будут. Будет что-то делаться? Конечно, будем. Как видите, вырабатывались доказательные базы. Ну а в итоге, как мы видим, Росприроднадзор подает в суд именно на семью Шалеевых и требует с них миллион рублей за нанесение экологического ущерба. Самое удивленное, что так делает Росприроднадзор не в первый раз. В 2019 году Росприроднадзор выставил иски садоводам Нижегородского товарища Твородник, участки которых мусорная мафия заваливала более 10 лет. Как потом выяснилось, на нелегальной свалке работали уголовники на технике, принадлежащей сотруднице ГУВД Нижегородской области. Но в 2019 году Росприроднадзор подал иск на садоводов, участки которых мусорщики уничтожили. Люди и так сильно пострадали, а тут еще и иски в суд. К некоторым садоводам даже на десятки миллионов рублей. И штраф наложили также еще и на администрацию за бездействие. Вот как тогда глава управления Росприроднадзора комментировал эти иски. Позиция у нас осталась прежняя. Я вам не могу комментарий. Я вам не могу... Вы сейчас ломаете аппаратуру. Секунду, я у меня так уж куплю. Я вам комментарий не могу давать. У меня есть позиция руководителя, которая... Вы помощное лицо. Вы начальник. До свидания. Я разрешение на съемку вам не давал. Вы сейчас мальчик провод не сломали. Пожалуйста, выходите. Мы знаем, что на администрацию города... Мы сейчас штраф пришел на администрацию города. До свидания. Мы выходили в комментариях, как вы можете прокомментировать эту штрафу. Будьте любезны, выйдите, пожалуйста. Что на администрацию пришел совершенно... Будьте, пожалуйста, выйдите. Мы вам ответим на все вопросы. На все до одного, которые вас интересуют. Вот мы сейчас пришли, хотим задать вам вопрос. Пожалуйста, будьте любезны. Согласуйте это со Светланой Геннадьевной Родионовой. Я вам говорю это прямо. Это руководитель Росприроднадзора. У меня вам больше добавить нечего. Будьте любезны. Покиньте, пожалуйста, мою приемную. Просто выйдите из нее и направьте запрос на руководителя федеральной службы. Вы можете составить любую ситуацию, любых провокаций. Я вот тоже вам даю на это право. Я вас не провоцирую вас. Вы слышите меня? Да. Вперед. Спасибо. До свидания. Олег Кручинин до того, как возглавить управление Росприроднадзора, был одним из руководителей Нижегородской полиции. Возглавлял управление по борьбе с экономическими преступлениями и борьбе с коррупцией. Сейчас Олег Кручинин сидит. За коррупцию, за взятки. В 2019 году после скандала и резонанса на всю страну Росприроднадзор свои иски к невиновным садоводам отозвал. Но сейчас опять пытается пойти по той же схеме компенсации ущерба с невинных людей.